девчонки и мальчишки всем большой привет и сегодня видео будет про крема то есть я продолжаю рубрику мой уход у меня теперь будет 47 плюс вот так уже 47 плюс и так а может быть еще это смотря как посмотреть а мы оптимисты смотрим всегда с хорошей стороны поэтому еще 47 плюс и так поехали сначала про дневные крема покажу расскажу день а потом покажу расскажу ночь день поехали самый первый крем сейчас все вы увидите в крупном таком в крупных каких-нибудь картинках или видео у меня первый крем привезла из болгарии это вот просто показываю вам насколько я им много пользуюсь вот он он практически уже тоже там на дне роза берри натюр роза берри что такое тут написано с ягодами годжи стопроцентное розовое масло здесь и пишет производитель и ягоды годжи ребят я вот честно не знаю я права не права я просто беру крема вот вот что понравилось данный момент то и беру вот также в болгарии там все с розовым маслом ну да может быть там где-то концентрация масла меньше может еще что-то как-то я не спорю я просто беру разное вот каждый раз я сейчас не беру вот эти вот вот это лето когда мы провели в москве никуда не поехали как многие из вас да я беру все вот предыдущие года когда я просто в этот раз попробовала эту серию в другой раз другую серию галюсик там третью серию попробовал потом мне показал допустим дадал попробовать здесь я пробую все вот так вот поэтому у меня сейчас вот эта баночка заканчивается что могу сказать я в целом довольна вот то что здесь смотрите вот на крышке вам покажу так близко здесь и прямо видно такие вот какие-то жирные как сказать и даже вот здесь на баночке остатки или что-то то есть из чего я делаю вывод что да безусловно какие-то жирные кислоты или что туда вот здесь есть жирные компоненты это необходимо моему моей вот сухой кожи сейчас два слова скажу для тех кто только что включил или вообще первый раз включил меня у меня кожа сухая зрелая до зрелая сухая кожа причем она у меня чувствительная еще к тому же по поводу сухости сухость она всегда сухая с самого детства у меня то есть это состояние кожи она у меня практически не меняется она просто чуть лучше чуть хуже что касается что касается заметок которые я сделала например вот в последнее время я совсем уже обалдела и пью кофе черный кофе много и практически не пью воду то есть я перестала пить воду одно время когда я с собой следила я пила воду я даже контролировала чтоб обязательно я там два литра выпивала то и больше какое-то время назад я перестала это делать и слушайте какое-то время вот ну наверно несколько месяцев меня хватило может быть полгода может быть больше на то чтобы обходиться без воды вот я просто не люблю воду я ее не пью то я вот пил кофе это что я люблю и даже чай мало пью очень кофе 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 с утра до ночи не компоты не морсы не соки ничего другого у меня только кофе 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 все как правило только черный кофе бывает вот раньше я пила с молоком сейчас ушла от молока практически просто черный кофе и чай периодически да вот иногда чай я заметила ухудшение сначала не поняла чё с кожей то есть вот на про сейчас я наношу крем свой обычный и мне не хватает про сыворотки я снимала видео естественно у меня полный идет уход и утром и вечером это очищение да потом сыворотка обязательно той какая-нибудь увлажняющая эмульсия сначала допустим да обязательно сыворотка и дневной крем я замечаю последнее время что мне не хватает прям резко вот я наношу все на себя да ну не как корейцы конечно но все равно достаточно много наношу средств на лицо и мне не хватает я все равно в течение дня чувствую что у меня вот эта маска такая сухости и и хочется мне что-то прям сюда вообще приложить вот такой как блин чтобы немного это все от отжирнить буквально ну и соответственно на коже лица я все это тоже вижу вижу отчетливо дальше ладно поэтому раньше мне хватало этого крема и вообще всех кремов которые вам сейчас покажу сейчас нет не хватает ладно второй крем который у меня есть а то такая долгая была долгий рассказ про мою кожу и так второй крем я взяла вот такой корейский от марки вот она аббревиатура вы видите джи джун это корейская люксовая марка джи джун вот так открываю и вы видите вот этот джи джун я его просто добила до конца просто добила вот он не очень понравился знаете такой нежный но опять же если болгарский крем пахнет спокойно вот ягодками до болгарской розы косметикой и так не броско пахнет и броско вот этот крем он пахнет то не сильно броско не сильно громко но он специфически пахнет у него есть отчетливая нота опять же какого-то вот розового лотоса как в духах кинзо вот чтобы я не знала с чем сравнить решила сравнить с духами кинзо последние этого двадцатого года там яркая нота розового лотоса вот слушайте я ее узнал вот здесь я не знаю что в сосну что там да чем пахнет но для меня это нота розового лотоса и плюс знаете такая вот какая-то остринка кислинка у крема поэтому если вы такие нюхачи со стажем и любите определенные вот только запахи то аккуратно да в магазине вы может у тестера не услышите может тестер будет просроченный будет пахнуть не очень хорошо в общем не знаю да но просто вот я спокойно отношусь это я сразу уловила вот эту вот нотку пахнет свежестью вот цветами и свежестью вот этот крем поэтому по текстуре он но я вам сейчас уже все видите на по текстуре он такой увлажняющий он не плотный я не заметила в нем каких-то масел или вот такого плана включения жирных до каких-то кислот может быть не знаю я его брала как увлажняющий крем он прекрасно вот до последнего времени как вы видите если не прекрасно у меня был бы полный да или половина хотя бы он у меня прекрасно отработал я им очень довольна я даже хотела его повторить но потом решила все-таки исследовать свой магазин дальше думаю ладно этот я знаю что нить еще другое возьму вот просто говорю все в последнее время мне не хватает абсолютно всего поэтому дело не в креме а в том до чего я довела глупая свою кожу сама довела следующий крем у меня атланком вот такой вот атланком гидрозен гидрозен он называется он тоже увлажняющий увлажняющий он идет и антистресс он очень красиво выглядит внутри он такой нежно-нежно какой-то розово перламутровый вот на мой взгляд как все у ланком он пахнет очень тонко косметически приятно вот косметически тонко и приятно то есть он универсальный понравится всем по аромату мне в том числе и знаете для дневного крема он как бы такой немножечко вот он написано увлажняющий сказал да увлажняющий антистресс я его использую как день вот как день как день он хорошо идет кстати сегодня я в нем вот в этом креме он прекрасно ложится он хорошо идет он жирноватенький такой то есть он не такой легкий как вот этот вот да этот легенький прям крем вот этот легенький крем несмотря он очень легко ложится болгарский несмотря на вот эти вот жирные такие остатки на банке да вот этот вот и еще плотнее как бы и жирнее чем предыдущие два но он не оставляет он быстро уходит на моей коже прям очень быстро и он не оставляет тяжести то есть хорош для сухой кожи действительно и для зрелый он очень хорош мне понравился вот при этом не не утягощает не делает такую тяжесть на лице что ты прям положила и прям найти дышать нечем как под цементом нет поэтому вот мне летом я его не носила не одевала летом этот крем но не мазалось по-русски говоря мне было тяжеловато летом а вот сейчас в самый раз следующий у меня вот такая баночка от клиник вот такая вот клиник увлажняющий это вот баночка 72 часа увлажнения вот она вот такая вот она у меня небольшая такая виде миниатюры не знаю сколько здесь честно грамм не 20 15 вот прекрасная увлажнялка вот эта легендарная увлажняющая вещь и текстура от клиник я ее очень люблю вот скажу честно я говорила несколько раз в разных видео что косметику клиник я люблю выборочно что-то мне вообще категорически не подходит у клиник я не люблю вот некоторые вещи у клиник я пробовала несколько кремов из серии причем своей серии возрастной смарт мне не подошло у меня скатывается крем как я не очищаю лицо и нету опять же недостаточно мне увлажнение то есть кожа моя прям некомфортно мне и главное скатывается вот крем под глаза вот этот смарт в таком высоком тюбике я его два раза купала выброшенные деньги для меня для меня только дело индивидуальное вас вообще не касается вот это я как информацию вам рассказываю но вот все что связано с увлажняющей серии у клиник я просто обожаю мне очень нравится несмотря вот да опять же на мои нюансы вот это вот не исключение это я обожаю обожаю при обожаю все я вам показала дальше от клиника ушли у меня еще много через от клиника вам показать я покажу и последний моя покупка и приобретение в своем естественно это все мой магазинчик мой магазинчик мой последнее приобретение в магазине а бэй рояль от герлен вот такой вот дневной крем крем жур да и крем да да ну да и по-английски жур по-французски вот девчонки я уже мальчишки показываю вам как я его вот попользовала он так приятно пахнет я просто не могу он пахнет он по герленовский пахнет о боже мой но девчонки иногда иногда мне тоже хочется сказать но иногда ну пошутить я живи поржать бабками пахнет вот но но в целом конечно не бабками но но специфически он пахнет специфически но я люблю такая текстура классные девчонки и мальчишки просто вот я когда этот крем на лицо накладываю не впечатление что у меня все разглаживается у него функция у этого крема действительно разглаживающее то есть мы когда накладываем лицо и когда я вот его разношу аккуратненько я именно знаете почему разглаживающее потому что нам надо с вами вот это вот все да еще если мы там какими-нибудь аккуратненькими движениями да потихонечку потихонечку да все вот это вот растянем растянем да не растянем в смысле растянем а именно вот вот так вот да едва едва касаясь себя потому что не надо нам никуда ничего тянуть никуда не не растягивать там не вне подтягивать не натягиваешь мы с вами не профессионалы мы не туда растянем мы растянем туда куда не надо поэтому аккуратненько похлопывающими движениями да и именно вот такими вот знаете чуть-чуть мы как бы не даем морщинки углубиться не даем вот этой бороздочки да сделаться более такой рельефный вот в этом наша задача а не в том чтобы там в какие-то места все это растягивать натягивать вот значит на лице прекрасно мне кажется тактильно просто великолепно это один из лучших кремов вот один у меня вот день это вот этот крем самый лучший у меня ночь это будет другой крем я вам покажу вот то есть я когда накладываю этот крем на лицо у меня просто просто знаете по полный кайф тоже быстро очень у меня кожа его достаточно быстро поглощает сейчас мне не хватает его тоже то есть я говорю кожа доведена у меня сейчас кожа по моему стрессе внешне смейтесь есть такое понятие стрессированная кожа вот в данный момент времени и уже достаточно давно я довела свою кожу сама до вот этого стрессированного состояния знаете девочки когда нас учили вот на наших да вот курсах косметологи нам преподают какие там типы кожи да тра-та-та там ну не знаю виды старения ну вся бы все вот это вот что чем знание которыми мы должны обладать и делиться с вами я по ним понимаю в целом естественно тем более медицинское образование что такое стрессированная кожа но одно дело понимать другое дело ощущать на себе и вот наконец на себе кстати я ощутила стрессированная кожа у меня сейчас это еще раз скажу это когда она не просто понимаете сухая а когда она у меня настолько пересушена что даже сейчас я утром сделала маску себе увлажняющую для лица утром я началось с очищения после очищения я себе маску увлажняющую на лицо положила на 15 минут потом все естественно маску уже убрала и вот кремами своими воспользовалась и все равно я сижу и чувствую что у меня кожа просто ну настолько стянута что мне хочется ее понимать и руками и мне хочется туда кучу масла или сметаны или что-нибудь такого жирного жирного туда положить парафин так знаете бам тазик парафина и на лицо вот такое у меня сейчас впечатление от того что происходит с кожей я не могу выглядеть хорошо сейчас поэтому девчонки я все прекрасно знаю просто потому что кожа доведена до предела кстати так же я довела свои руки не спрашивайте почему вот потому что потому что у меня не буду я сошла с рельсов и не было у меня настроение следить особенно за собой правда и за руками то есть я ночью засыпаю мне а крем вот у тумбочка стоит в ней корзина кремов вот прямо рядом но я так устроена что понимаю я могу крем в руки взять положить его рядом и не намазать понимаете не спрашивайте почему я не могу себе дать ответ на этот вопрос потому что вот у меня вот такой ответ только все причем знаю что мне некомфортно что руки ну как бы ломят вот от этой сухости да что если я сейчас намажусь я как бы мне просто приятно даже будет но я этого не делаю вот все так поэтому крем от герлен дает совершенно поразительный для меня результат и для вас я думаю тоже вот у кого как у меня примерно да вот тип кожи поэтому мне он очень очень нравится я очень довольна пришла в магазин женщина когда я ей предлагала хотела покупать герлен спрашивала а что вот а вы чем пользовалась я говорю я вот купила только что вот такой вот крем ночной говорю я у меня есть ночные кремы говорю а дневной я себе купила и она говорит ну расскажите вот какой от него эффект вот я как вам и так и ей я рассказала вот одно и то же что это совершенно потрясающая текстура не говоря уже про аромат она год но эффект то какой вот все крема хорошо пахнут еще раз повторю эффект это когда ты впечатление такое что ты его накладываешь и молодеешь девочки вот такой эффект то есть у тебя впечатление что ты его нанесла и морщинки они сами по себе как бы чуть-чуть уже как будто бы на лице визуально разгладились вот такой эффект от крема герлен потому что она говорит ну там ничего не написано я не понимаю дневной крем и все вот вот да я говорю да вот я вам рассказываю что у меня вот такое впечатление буду надеяться что у вас она будет таким же поэтому это мое впечатление от дневного крема герлен пошли к ночным кремам и так ночь